Меня так удивляло, что именно европейские женщины уже работают с войлоком, а мы позабыли это ремесло. И таким образом пришла идея, такая, знаете, амбициозная, патриотичная идея возродить войлок о Валяне в Казахстане. Так как это было первый раз, ни одного, как говорится, специалиста, то специалистов приходилось самим, в общем-то, растить, воспитывать. Почему? Потому что, ну, с кем я могла работать? Я подумала, что это могут быть художники, которые как-то сталкивались с шерстью, ткали гобелены, допустим. Или это могут быть учителя или преподаватели в школах, которые преподают уроки труда. Таким образом, я, в общем-то, пыталась собрать группу женщин, местных женщин, которых обучить этому ремеслу. Для того, чтобы это обучить, естественно, нужно было даже звать профессионалов из Европы. Войлоковаляне – это вообще ремесло кочевых народов, в том числе казахских кочевых народов. Поэтому сказать, что войлоковаляне – это исторически только казахское ремесло нельзя. Есть и башкиры в России, допустим. Генетическая память – это очень сильная вещь. Допустим, я заметила, что если войлоковаляне обучать, наверное, того же европейца, у наших же женщин это быстрее получается обучаться, потому что где-то генетический код, наверное, срабатывает. Очень многие школы, международные школы, просто наши школы, они приходят к нам и получают уроки мастерства. Поначалу как раз-таки вот наши местные люди, они с осторожностью, скажем, с недоверием приняли в эту продукцию. И больше всего у нас было покупателей за границей. То есть это туристы, деловые туристы, коллеги, которые приезжали вот в рамках всяких международных миссий, дипломаты. Они все были нашими покупателями. К прошедшей универсиаде мы сделали тысячу яблок с надписью «Алматы-2017», «Универсиада-2017». Все изделия у нас сейчас делаются вручную. Конечно, это эксклюзивно получается. Большой популярностью пользуются аксессуары. Вот шарфы, палантины. Когда мы их комбинируем с шелком, тонкий войлок с шелком, они пользуются очень большой популярностью. Мы тоже стали бестселлерами. В 2004 году я организовала первую стационарную, скажем, постоянно действующую мастерскую в городе Алматы, на базе которой как раз таки обучилось очень много женщин. Если даже мы не обучили всех женщин, но мы показали пример. Очень много появилось последователей. Они стали интересоваться войлоковалянием в целом. Это побудил интерес многих женщин, которые увлекаются ручной работой, которые близки к искусству, художественным навыкам и так далее. Поэтому какая-то пошла такая мода. С 2015 года мы взяли шефство над женской колонией в селе Жаугашты. И по своей инициативе, в общем-то, мы там открыли мастерскую. И там работает постоянно 10-11 женщин. Причем 7 из них постоянно трудоустроены в нашей компании. Эти женщины, которые у нас работали, получают хорошую характеристику. И получают уже зарплату. И половину своей зарплаты они перечисляют государству и погашают свои иски. На нашем рынке иметь место под солнцем тоже очень тяжело. Создать малый бизнес и так далее. Очень много мастеров, которые не могут создать предприятие, создать конкретный бизнес, продвигать свою продукцию. Не хватает знаний языка, не хватает знаний структуры бизнеса, маркетинговых знаний и так далее. Поэтому я всегда стараюсь помочь не только своей компанией, не только коллегам, которые занимаются войлоково-лянем, но и всем, кто занимается продвижением традиционных ремесел. И большое счастье, что в Алмате открылся первый центр ремесленников города Алматы. Мы, наверное, будем опять-таки тут как пример всему Казахстану, когда все ремесленники города, лучшие ремесленники города, которые занимаются традиционным ремеслом и производят качественную продукцию, имеют общую площадку для представления своей продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова